Один за другим игроки Кемеровского волейбольного клуба подходит к стойке, напоминающей баскетбольный щит без кольца. На ней разметка с цифрами, до которой человеку среднего роста дотянуться вряд ли удастся. А волейболисты с этой задачей справляются легко, ведь прыжки в этом виде спорта имеют ключевое значение. Новичок команды Игорь Юдин признался, сегодня показал не лучше свой результат, но в начале предсезонки средние показатели – это норма. Я был первый раз без сборной за 9 лет, я решил просто отдохнуть, ничего не делать, потому что я был физически очень устал. Так называемые тесты по физподготовке в начале сезона дают возможность тренерскому штабу клуба оценить функциональное состояние каждого игрока и уже от этого двигаться дальше. Сегодня же волейболисты почувствовали себя в роли легкоатлетов, кроме прыжков в высоту, бег на 18 метров, а также упражнения на ускорение. Как обычно мы начинаем сезон, сезон начинаем все с подготовки, в этом году чуть-чуть поменяли систему подготовки, потому что сейчас сразу начинаем и в зале работать с мячами, то есть чуть-чуть это все скомпоновали. На первый сбор в Кемерово прибыли 11 волейболистов. Это практически вся команда, за исключением легионеров Маркуса Нильсона и Эрвина Нгапета, а также победителя мировой лиги Сергея Макарова, которые сейчас находятся в расположении своих национальных сборных. Также пока отсутствует главный тренер команды Эрик Нгапет. Если им только предстоит познакомиться с волейбольной столицей области, то для связующего Алексея Бардока приезд в Кузбасс не первый в карьере. Я, конечно, очень рад возвращению. Я думаю, любой игрок, который здесь побывал, да, ну я не исключение, побывая в другой команде, будет гораздо больше ценить Кемерово. Обновленную команду в деле болельщики увидят в конце августа. Первые игры в рамках предсезонной подготовки Кемеровский Кузбасс проведет против географического соседа и принципиального соперника новосибирского локомотива. Татьяна Савельева, Виталий Федоров. Новости моего города.